Ручки мерзнут, ножки зябнут. Не пора ли нам дерябнуть? В руках моих просто космическое пойло. Старинный рецепт. Это не ваши вот эти новомодные бракоделы. А что делать, если у меня вчера зубы все кончились? А пробка-то для богатых. У кого есть вилка, а может даже и нож. Культура. О, как будто шампанское прокисло. Кислое шампанское прокисло. Чудесно. Пить, вредно же, страшно, и все мы там будем. О, как будто второй раз в пельменную. Каков купаж. И кисло-сладое, и подкончение, чтобы бычок туда кто-то кинул потушить. Мечта. Кого я обманываю тут. О, послевкусие с дымком. О, как в меру сладкое, диабета не будет. Фрукт. И в конце, как будто этот фрукт сгорел. Закуска. Можешь, чай тебе не эти? О! Практически сам вырастил. Недалеко от теплотрассы. Так вот, мало-помалу городцов объедаем. Сила. Мы их называем маленькая мандаринка. Надеюсь, Петрович с волчьей ягодой не попутал. Я даже не знаю, чего вкуснее. Ну, старинный же рецепт. Да не вам ни вот эти вот. Все по совести. О! Даже не знаю, что раньше меня убьет. Вкусняшка. Пробка не закрывай-ка потом. То есть, взял дуги. О! А как же это чудо-то называется? Плодовая алкогольная продукция полусладкая. Да? Содержание сахара 40,0. Гена, децим, мэ, в кубе. И написано здесь. Мастеров. Мастеров. То есть, это вот одного не хватило, мастера. Они вот мастеров позвали, еще потом мастеров. Вот практически как... Как вас зовут? Иванов. А фамилия? Иванов. Вы что, Иванов-Иванов? Ну да. А отчество у вас какое? Догадайся. Иванович? Нет. Ольгович. Вашего отца звали Ольга? Нет. Моего отца звали Ольг. А вот мастеров, мастеров. А не перевели же еще мастера-то. Нектар. Абброти. Растекается-то как, а? Чувствую себя воробушком. Все, я разгримировался. Так как от этой садемии у меня уже глаз начал дергаться. Это ж не бутафорские. На парковку ходил собирать. Все по жести. Ну, немножко захотелось мне побесноваться. Под конец года все-таки последний бомж алкотасит в 2022. Давайте теперь по делу. Штука. Нектар. Амброзия. Запах вот реально кислючего-кислючего какого-то винчика. Причем кислючего в третьем поколении. Как будто из кислого сделали еще более кислое. Такой очень мощный такой нажористый запах фруктов. Такой, может быть, еще с гнильцой такой легкой. Вот сюда газиков не хватает, чтобы вообще вот просто хоп и в дамки. А в окусе что? Вот кисло-сладкое такое вот винище какое-нибудь из яблок, которое сделали где-нибудь, где-нибудь на ферме. Именно что кисло-сладкое и в конце ощущение такое вот а-ля закос под портвейн, потому что там какое-то такое терпкое. Так что я говорю, какое-то нахрен терпкое. Просто ощущение, как будто что-то пригорело в процессе. Ну, не обзора, а в процессе создания всего бесовства. Феерическая крышка. У меня теперь зуб болит. Открыть ее без посторонней помощи может, наверное, только очень сильный человек. Либо тот, кто очень-очень хочет забухать сие чудо. Смотрим, что написано. Ну, то, что я прочитал, читать не будем. Старинный рецепт. Естественно, что, конечно, здесь старинного. Значит, мастеров-мастеров. Это важно. Две бочки нарисованы. Крепость. 13-15. Кто в ад, кто в рай, кому как повезет. Напиток идеально сочетается с сухофруктами, орехами, дичью. Подают для охоты и широкого застолья. 0,7. То есть предлагают на охоту это брать. Не, ну, знаете, если как мишень поставить, потренироваться, то может быть. Еще удивляюсь, почему они в стекле ее сделали. Надо было уж идти до конца, чтобы она была пластиковой. Тем более, так безопаснее во время разборок соответственных. Состав. Сбруженный, восстановленный, концентрированный сок яблочный. Сахар белый. Это вам не это. Не черный тебе. Пищевые добавки, регулятор кислотности, лимонная кислота. Антиокислитель. Диоксид серы. Канцервант сарбат калия. Приготовлено из восстановленного, концентрированного, плодового, скобочка фруктового, сока яблочного. Ну, это опять для тех, кто с поздним зажиганием, у кого довольно хромосом, нам повторяют это. Срок годности не ограничен. Так, 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 так. Производитель. Изготовитель. О, Минераловодский винзавод. Вот адрес производства Ставропольский край, поселок Первомайский. Слушай, уж жжока какая-то, я не знаю, это от чуда пищепрома или от рябины, которая у дороги растет. Вот, зато сдобрена химикариями. Все-таки кислота здесь преобладает сладость. Особенно, если так, залпом хрюкануть. Прям так, ааа, как будто оскорбинка, оскорбинка, оскорби меня. А потом, потом, потом. Вот после вкуса, вот, если бы вообще этого после вкуса и не было, можно было бы вообще сказать, что это полная цимбадзаза и вообще херабра-херабра. Ну, вот после вкуса добавляет какой-то элемент благородства. Будем считать так. А тем временем у меня сдох аккумулятора не выдержал происходящего. Все ж ради лайков стараюсь. Ради подписочек, ради спонсоров, ради всего. Ой, друзья, за вас. А вдвойне за тех, кто поставит лайк этому видео, напишет комментарий, подпишется на канал. Так вообще аж троекратная бобобу-бу. Фу. Так, давайте теперь к длинным итоговым рассуждениям. Что ты такое и зачем ты прибыла на эту землю? Старинный ты наш рецептус мастеров-мастеров. Я, честно говоря, не очень понимаю вообще целевую аудиторию данного напитка. Пишите ваше мнение в комментариях, потому что я уверен, что мой первый образ явно бы такое не взял. Потом я скажу почему. Идеально сочетается с сухофруктами, орехами, дичью. Мне кажется, большая дичь, если у тебя есть дичь дома, вот с этим дичь эту... Ладно, там сухофрукты, да и орехи тоже пошел, там он понасобирал на парковке у нас орехов полно. Бывает орехопад, так, конечно, некоторым крышей проминает природа. Мать его, природа для народа, бесплатный магазин. Короче, может быть, если бы она была бы в пластике, я бы еще тогда, что вот, взять куда-нибудь, там, такая походная история. Но все-таки коломыга-то весит прилично. Вкус очень такой себе. Потому что вот кисло-сладкое, ты чувствуешь, что это вот такая вот... Хотел матом сказать, но не буду. Чувствую, что это вот тупо такая вот фруктовая трэш-бомбия. Да, там немножко поколдовали, может быть, что-то там интересного добавили еще и появилось. Вот какой-то прикол, как будто какая-то легкая терпкость потом появляется. Что не просто кисло-сладкое, а потом опять кисло, и ты сидишь, у тебя вот такие вот... И мальчики кровавые в глазах. Ценник где купил? Ценник 120 рублей. Купил я в КБ. Вот поляшем с ценника. 120 рублей. За 120 рублей можно, в принципе, купить 200 грамм вотчеллы. Две соточки. В районе там 60 рублей они будут стоить. Можно десятку добавить и купить 0,25 пермскую настойку. Одна из самых дешманских. 35 градусов. Но это будет 250 пермской настойки. 35 градусов. Нажор. То есть, если тебе там надо, у тебя все. Если нет в кармане денег, приезжает к швабре веник, то уж, походу, можно там где-нибудь 10 рублей-то еще добыть. И нормально уже 250 так вонзить, а не гурманить под дичь. Подойдет для охоты. Что-то не охота. Короче, вкус маршрутки в ноябре уже был. Ну, назовем это вкус зимнего троллейбуса. Поэтому двойбас. Не знаю, что с тобой делать. Ну, зато эмоции, зато весело. Мнение мое субъективно ни в чем не разбираюсь. Меня вообще не слушаете. Я вот рябину жру с парковки. Север-кореец кончен. И давайте за вас. И, конечно же, до скорого. Север-кореец кончен. Север-кореец. Продолжение следует...